Здравствуйте! С вами Марина Романюк. Смотрите сегодня. Наличный контроль. День знаний Павел Молков предложил чиновникам провести в районах. Здесь будет город-парк. Группа компании «Единство» представила проект нового жилого комплекса. Больше 20 тысяч человек побывали на праздничных мероприятиях Дня города и форума древних городов в эти выходные. В Рязань приезжали представители 70 городов из 14 стран мира. Отзывы сплошь положительные. Об этом сегодня на правительстве заявил губернатор Павел Молков. По его словам, теперь региону нужно без эксцессов провести День знаний. Основная тема, звучавшая сегодня, подготовка к новому учебному году. Накануне нового учебного года все службы контроля должны быть на чеку. Речь о безопасности в школах и на дорогах. С этого начал правительство Павел Молков. Порядок, по его словам, должен быть возле каждого учебного заведения. А чиновники должны в этом убедиться лично. Кураторов муниципальных районов прошу лично принять участие в школьных линейках. Каждый в своем районе поздравить от имени правительства детей, родителей, учителей с началом учебного года. Я тоже обязательно школу посещу. К новому учебному году Рязанская область готова. Об этом заявила министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина. Всего в регионе 807 образовательных учреждений. Вся необходимая подготовка в них проведена. 20 школ капитально отремонтированы по федеральному проекту модернизация школьных систем образования. Причем Министерство просвещения России применяет комплексный подход. Здесь и благоустройство прилегающих территорий, и оснащение современным оборудованием, и выполнение всех предписаний по антитеррору. Общий объем средств, направленный на проведение ремонтных работ, составил более 1,6 миллиарда рублей. В плановом порядке ремонтные работы проводились на 118 объектах. Косметический ремонт во всех образовательных учреждениях. Особо хочу отметить активную позицию администрации города Рязани, Скопина, Шацкого и Сараевского районов. На проведение неотложных работ в рамках подготовки к новому учебному году по вашему решению, Павел Викторович, были выделены средства из резервного фонда правительства Рязанской области. Доставка детей к месту обучения – еще одна ключевая тема. На школьную линию выйдут 333 автобуса, включая 99 поступивших в этом году. В листе ожидания – еще 42 единицы. Школьные маршруты отремонтированы во всех муниципальных районах. На вопрос губернатора, есть ли в регионе школы, которым необходима экстренная помощь, например, с починкой кровли, Ольга Щетинкина ответила однозначно, но с оговоркой. В Рязанской области нет аварийных школ, ни одной. При этом проблемы с кровлей остаются. Почему? Потому что в большинстве школах кровля плоская, значит, и периодически дает течь. Последние годы мы вели работу по замене плоских кровель на скатные, что имеет свой эффект с точки зрения сохранения помещений образовательных учреждений. На сегодняшний день вот таких вот острых вопросов я обозначить не могу. Казус случился при рассмотрении вопроса по переселению из ветхого и аварийного жилья. Оказывается, в программу не были включены дома по улице Свердлова, которые были признаны аварийными еще в 2015-м. Кто и почему в кавычках «забыл» про 37 семей, сейчас выясняют следственные органы по недавно возбужденному уголовному делу. Об этом заявил руководитель Рязанского следственного управления Следственного комитета Владимир Никешин. Он попросил губернатора все-таки включить эти дома в программу переселения. В Минстрое этот вопрос пообещали решить оперативно. Новый учебный год привнесет в сферу образования сразу несколько изменений. Уже этой осенью во всех школах нашей страны начнут вводить единый стандарт среднего образования. Если раньше каждая школа могла вести обучение по своей программе, то теперь последовательность изучаемых предметов и тем будет строго регламентирована. Чего еще ожидать в сентябре, расскажем далее. Основы по борьбе с коррупцией станут частью школьной программы уже этой осенью. Об этом сообщает Минпросвещение России. Предполагается, что тема коррупции будет рассматриваться на уроках литературы, истории и общества знания. Кроме того, в новом учебном году вступает в силу закон об обязательном трудовом воспитании школьников. Теперь ученики будут обязаны убираться в классах, помогать в библиотеке. Школьников также можно будет привлекать для участия в патриотических и добровольческих акциях. Причем согласия родителей на это не нужно. Начальная военная подготовка станет обязательной для всех школьников 10-11 классов. В программе изучение оружия и правил обращения с ним, средства индивидуальной защиты и оказание первой помощи. Со следующего года ребята смогут также освоить основы применения беспилотников, а также способы противодействия им. А еще в школы вернут серебряные медали. Теперь они будут называться за особые успехи в учении второй степени. Для получения такой медали в аттестате не должно быть более двух четверок. Остальные отметки должны быть отличными. С начала осени родителям и опекунам детей-инвалидов полагается дополнительный оплачиваемый отпуск в размере 24 дней подряд. Предполагается, что эти выходные станут возможностью отвезти ребенка на санаторно-курортное лечение. 1 сентября фармацевты будут обязаны отмечать продажу рецептурных лекарств в системе мониторинга. Это необходимо для того, чтобы россияне перестали заниматься самолечением. Если аптека работает легально, купить рецептурный препарат без письменного назначения врача будет невозможно. В первый месяц осени неработающим пенсионерам увеличат выплаты. Пенсию по инвалидности и старости индексируют автоматически. По предварительной оценке Минтруда и социальной защиты, размер увеличения пенсии по возрасту неработающего пенсионера в среднем составит 737 рублей. Уже с начала осени правила для продажи вейпов ужесточат. Распространять электронные сигареты по цене, ниже установленной правительством, будет запрещено. По прогнозам экспертов, рост может составить порядка 30% от текущей стоимости. С сентября будут обновлены программы обучения в автошколах. Для категории B, например, увеличено количество часов на езду по улицам города. Также водители смогут пройти переобучение по сокращенной программе на право управления другим видом транспорта. Вводятся новые правила выбора управляющей компании. Теперь решение может быть принято только если проголосуют более 50% от общего числа собственников помещений. Ранее достаточно было 25%, что приводило к конфликтам и позволяло фальсифицировать данные. Кристина Бочкарева, телекомпания «Город». Какая она свобода. Сегодня об этом рассказывали на презентации нового масштабного проекта группы компании «Единство». Уникальный город-парк, подобного которому в Рязани еще не было, появится в районе городской рощи на пересечении Березовой и Черновицкой. Мы строим, чтобы ваши планы строились. С таким девизом работает группа компании «Единство» на всех своих проектах. Но тот масштаб, который предстоит в ближайшее время, поражает воображение. Презентация проекта «Макроквартала. Свобода» состоялась сегодня. Этот проект единственный в регионе попал в федеральную программу «Стимул». А это значит, что стройка начнется при федеральной поддержке. Ее преимуществом станет сразу несколько важных факторов. Все коммуникации на территории полностью «Макроквартала» будут построены за счет софинансированности федеральным центром. Что, в принципе, удешевит стоимость жилья для конечного потребителя. И плюс ко всему обеспечит новую инфраструктуру для всего большого микрорайона. Событие крупнейшее за последние 20 лет. Настоящий прорыв в строительной отрасли. 350 тысяч квадратных метров жилья. Территория в 30 гектаров, где будут размещены 7 жилых комплексов, детские сады и школа, а также современный благоустроенный парк. Это более 15 тысяч населения, которое будет в итоге проживать на территории «Макроквартала». Это комплексное освоение 30 гектаров. Это два новых детских сада на 560 детишек. Это новая школа. Это собственный парк, собственный бульвар, собственные новые коммуникации. От них только дорог на территории «Макроквартала» будут проложены более 6 километров. То есть это реально получается город-парк, который будет обладать не только самой масштабной и красивой застройкой в роще в городе Рязани, но и получит самый масштабный объем благоустройства. Расположиться с книгой на траве или прогуляться по собственному бульвару, начать день с велозаезда по оборудованным дорожкам или выгулить собаку на специальной площадке. И все это в 15 минутах от центра города на самой высокой точке Рязани. Только представьте, какая панорама откроется жителям верхних этажей. Кстати, уже сегодня стартовала продажа квартир первого жилого комплекса «Атмосфера». Более 10 видов уникальных планировочных решений от студий до просторных трешек. Сейчас самое время приобретать жилье в «Макроквартале Свобода» по уникальным спецценам. Все подробности по телефону 900-700 или в офисе компании по адресу улица Вокзальная, 41. В самом конце лета, 29 августа, отмечают Ореховый Спас. Дата остается неизменной из года в год. Хотя третий Спас в народе обычно называют Ореховым, нередко можно услышать и другие названия – хлебный либо холщовый. В этот день славяне пекли хлеб из собранной пшеницы, освящали урожай в храмах и устраивали пышные ярмарки. В церкви 29 августа празднуют Спас нерукотворный. Библейское предание гласит, что однажды после сна Иисус Христос умылся и вытер лицо полотенцем, на котором отпечатался лик Сына Божьего. Именно с этого отпечатка потом написали первые иконы Спаса нерукотворного. Нерукотворным образом называют особый тип изображения Христа, представляющий его лик на убрусе, платке или на глиняной доске. Льняной холст с отпечатком лица Христа долгое время хранился в Едессе, как главное сокровище города. В 944 году император Константин выкупил образ у Едессы и торжественно перенес его в Константинополь. Этот день с тех пор стал праздничным. Сама же реликвия впоследствии была утеряна при разграблении города участниками одного из крестовых походов. В православии нерукотворный образ рассматривается как одно из доказательств истинности воплощения второго лица Троицы в человеческом образе, а в более узком смысле, как аргумент в пользу иконопочитания. На Руси в этот день крестьяне усердно молились Богу. Затем женщины отправляли мужей на поля с хлебом и солью. На телегу клали снопы, поверх них укладывали мешки с зерном, предназначенным для посева. На поле засевальщика уже ждали дети с пирогом и гречневой кашей. Про три разных спаса люди говорили. Первый спас на воде стоят, на второй яблоки едят, на третий полотна продают да хлеб припасают. С этого дня обыкновенно начиналась продажа полотна и холстов. Третий спас называли также Ореховым. К этому времени в лесах созревали орехи, начинался их сбор. Старики загадывали детям загадки про орехи. Нагни меня, ломи меня, сломишь гладко, расколешь сладко. Ни окон, ни дверей посреди архиерей. Маленький мужичок, костяная шубка. Также про этот день говорили третий спас хлеба припас и пекли коровай из нового урожая зерна. Кроме того, было принято чистить источники и колодцы, пить подземную воду. В это время наблюдали за отлетом птиц, особенно ласточек и журавлей. Считалось, что ласточки улетают на юг в три этапа, в три спаса. Если же на спаса улетят журавли, то уже на покров будет мороз. На этом у меня все новости к настоящему часу. С вами была Марина Романюк. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин